Есть в Магнитогорске озеро одно, банное. Не так часто я там бываю, 40 километров от города. Но поверьте мне, в Турции я был 21 раз. Больше, чем на банном, однозначно. То есть Турция со всеми косяками и прелестями у меня в голове сидит. Но давайте соберем все косяки, коих не так уж и много, и все прелести. Потом, соединяя их с российскими, мы понимаем, что уж лучше нам берег турецкий. Конечно, вы выбираете климат. И будете не совсем правы. Турция – горная страна. Там естественные землетрясения, и это у них норма. К слову о недвижимости. Повторю еще раз. Вся недвижимость, построенная до 2000 года, под снос. То, что позже, покупаете легко. Теперь про климат. Субтропики в Турции, и это максимум 50 километров внутрь от побережья Средиземного моря. А далее, если лезть вверх, а Турция – горная страна, это примерно Волгоград. Морозов, шип сданутых нету. Но и зимой там не субтропики. То есть при покупке дома или квартиры надо думать про тепло. К слову, о тепле. Зная наши сип-панельные дома, я бы там себе такой и построил. Тепло зимой, прохлада летом. Разрушить даже при 9 баллах землетрясения не удастся. Вот такие мы умные. То есть можно и строить. Тем более топить сип-панели в разы дешевле, чем камень. Чем топить зимой. Это мы умеем. Что кидать в печку? Турецкая древесина круче нашей. Предприятия и Штаты, и Европа позавидуют. При грамотном отоплении либо билеты, либо стружки. Все подряд утилизируется. Ну топить естественно не так, как в Урало-Сибирском регионе. Теперь мы говорим о вашем доме. То есть вы не будете деньги тратить на продукты питания. Козочки, буренки. Ну можно для христиан и свинилку завести. Два моря. И это не 1200 километров. Рыба есть всегда. И что не жить, то. Пока мы вам это объясняли, а дело-то было у любимой нами Анталии, в центре города, надо понимать, что центр, да и везде. И первые два этажа, то и три, то и четыре, это частный бизнес. Как вы поняли, никто, в отличие от российского, там не умирает. К слову, как вы можете там заработать? Меньший заработок, естественно. А если у вас нет разрешения на работу, тоже можно сделать. И на нормальную жизнь реально хватит. То есть вот вам экономия. Еда в три раза более дешевле, чем в России. Одежда также. Если есть сельское хозяйство, ну дома, естественно, то на еду не тратимся. Мелкий дизель по литре дает вам умопоморчающее впечатление. А можно незадорого купить бензин, переоборудовать на газ и кататься. Вот только понты российские оставьте в России. К слову, школьники, как и студенты, учатся бесплатно. А о медицине смотрите мои сюжеты. Будете удивлены. Уж поверьте мне. В принципе, такой же уровень всего, но чуть может меньше с медициной и в других странах, где можно прожить на нашу пенсию. А это именно Турция, Китай, Вьетнам. Я не был в Камбодже и Лаосе, но по сути лучшая медицина, и это только коммунизм. Я думаю, что и там неплохо. Индия, Таиланд, Египет, Куба изумительная, Никарагуа, Эквадор, Боливия. То есть есть куда уехать на пенсию. И наше поколение о 20 миллионах растворится там легко. К слову, о сраке. Так вот, нас такой сракой накормил аэрофлот. Мы сейчас вам расскажем про дивное приключение с аэрофлотом. Я как-то понимаю, что логистика существует, да? И логистика говорит вам о том, что, возможно, ваш билет и не будет продан. И такое-то случилось. Помните, да? У нас как-то был замечательный поезд под названием «Магнитка». И ездил он вот в Магнитогорск, в Москву. Хороший, классный поезд, там, вагон, ресторан был. Потом все это дело после 2008 года завалилось, и все. И у нас теперь остался не один вагон. В смысле, их осталось три вагона, но их потом присоединяет к поезду «Москва-Черябинск». Представляете, и все это делается в Уфе. Клевенько, да? Вот то же самое и с этим, с аэрофлотом. Казалось бы, все красиво, и так и должно быть. Но аэрофлот не летает на отечественных самолетах. Ну, там есть кое-что, но в основном они летают на аэропасах и на войнах. Вот сейчас туда вот довернем. Видите, я как-то там, как-то там захотел купить билеты на авиационное происшествие под названием «Надо было прилететь из Москвы в Магнитогорск». Так вот там, мне сказали, ценники. Они были очень, очень немаленькие. Вот. То есть надо понимать, что логистика вообще не работает. Вот сегодня получается так, что наш замечательный рейс в Уфу просто отменили. Представляете, да? Классно получается, да? И мы теперь поедем, и вообще непонятно на чем. Ну, будем надеяться, тот человек, кто нас встретит, поймет эту замечательную ситуацию с этим замечательным, мега-крутым, отечественным аэрофлотоводом.